Коронавирус не отступает. Одесситам приходится снова вспоминать, каково это жить в карантинных ограничениях. Теперь без масок опять не пускают продуктовые, магазины и во все общественные заведения. Воспринимают ли всерьез одесситы ужесточение карантина, мы сейчас проверим. 22 июня техногенно-экологическая комиссия утвердила список запретов и рекомендаций. Теперь внутри общественных помещений без маски ни шагу. Я захожу в супермаркет и специально оставляю маску в сумке. Я зашла в продуктовый магазин и мне даже не пришлось доставать маску. Никто из администрации мне на это не указал. И первое, что бросается в глаза, много людей также находятся в магазине без масок. Ну или некоторые при входе ее сразу опускают на подбородок. Мне сказали надеть маску только на кассе и предложили купить маску, если с собой нет. Но за карантинным порядком сотрудники супермаркета все-таки следят сквозь пальцы. О дистанции на кассах тоже позабыли. Теперь мы проверим работу общественного транспорта. Перевозить больше пассажиров, чем предусмотрено мест для сидений запрещено. Кроме того, все, включая водителя, должны быть в масках. Все пассажиры должны иметь при себе средства индивидуальной защиты при проезде в общественном транспорте. Второе, это то, что количество пассажиров должно соответствовать только сидячим местам в общественном транспорте. Скажу больше, сегодня с 7 утра уже национальной полиции проводятся проверки, в том числе и перевозчиков, для того, чтобы обеспечить выполнение этих требований. Но водители говорят, что заставить пассажира надеть маску не в силах. Все ограничивается просьбами и не более. Карантин, как карантин. Люди в масках ездят. А скажите, а у вас есть конфликты? Ну, заходят люди без масок? Заходят. И что, и как стараетесь бороться с ними? Ну, говорим одевать маски. А есть такие, которые не... Бывают. И что делаете? Ничего. Мы говорим, а то ихнее дело. Мое дело сказать, я им говорю. Ну, сложно вообще морально? Сложно, конечно, сложно. А есть конфликты? Люди возмущаются? Слава богу, нет. Со мной не было, поэтому я ничего не могу сказать. А заходит ли больше людей, чем положено? Как вы так? Вы стараетесь не контролировать? Честно говоря, сидячка. Много людей у нас сейчас нет. Мы сейчас едем в троллейбусе, и некоторые пассажиры игнорируют требования носить маски. И водитель, увидев камеру, тоже сразу же надел маску. Но все же поголовно люди требования игнорируют. В общественном транспорте на фоне нарушения карантина даже возникают конфликты. Водитель за ситуацией не следит, а пассажиры в масках негодуют. В общем, я не боюсь, потому что я считаю, что наша Одесса город-герой, и мы все победим. Это говорит о том, что у нас люди необразованные не знают элементарного. Не знают. Городская комиссия запретила находиться на улице без документов и организовывать массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 квадратных метров. Но наша ревизия показала, что все меры соблюдаются только на бумаге. Светлана Довжук, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».